Армения – единственная страна, с которой Узбекистана нет ни одного серьезного межгосударственного соглашения. До 2019 года между Ташкентом и Ереваном не было ни одного государственного визита глав государств или правительств. А на сегодняшний день стороны все еще не имеют своих посольств или других представительств непосредственно на территориях друг друга. В этом видео вашему вниманию представлена статья историка Резвана Гусейнова о малоизвестной в международном сообществе кровавой резне Ферганской долине. Как это связано с отношениями Узбекистана и Армении вы узнаете уже скоро. А пока не забудьте подписаться на наш канал и включить колокольчик. Армянский фактор во все времена был разменной монетой в руках великих держав. Поэтому Россия еще до 1878 года начала разыгрывать армянскую карту, чтобы вытеснить Османскую империю из колониальных границ России. Армянская церковь служила интересам европейских стран в качестве центра армянского объединения по уничтожению Османской империи. И в 1878 году в Швейцарии была создана армянская националистическая организация Гончак. В то же время в интересах Российской империи в 1890 году на Кавказе была сформирована армянская националистическая организация Дашнак Цутюн. Эти организации были своеобразными инструментами в руках других государств, которые посредством них выступали против правительства Османской империи. Во второй половине XIX века в Центральной Азии, тогда известной как Русский или Западный Туркестан, в ходе процесса ее завоевания и присоединения к Российской империи появились армянские общины. Основная масса армян направлялась в городские поселения Туркестана и осела в Самарканде, Коканде, Андижане, а также новых городах Туркестана, Ашхабате, Скобелеве, ныне Фергана, причем почти в каждом из них появились армянские кварталы. Армянское население Ферганской области значительно выросло уже к 1913 году. К тому времени там были учреждены армяно-грегорианские приходские школы, а немалое число армян Туркестана было задействовано на государственной и военной службе. И что интересно, число армян в этом краю заметно росло именно благодаря Российской империи, с которой состоятельные армянские купцы, лавочники, имеющие хлопкоочистительные, маслобойные, кожевенные предприятия, осуществляли товарооборот. После отказа признать власть Совета в Туркестане в 1917 году из Москвы в Ташкент прибыли 11 эшелонов с войсками и артиллерией, подавляющее большинство которых составляли вооруженные дашнаки. В начале 1918 года армяне уже начали бесчинствовать в Туркестане. Армяне, бывшие бокалейщики, виноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые слои Российской империи, в одночасье ставшие революционерами, осуществляли разбойные нападения на местное население Туркестана в Ферганской долине. Согласно имеющимся фактам, в Ферганской долине с 1918 года по 1919 год дашнаками были разграблены и уничтожены почти все города долины и 180 селений. В городе Коканди за три дня было убито 10 тысяч мирных жителей, в Марьелане 7 тысяч, в Отдежане 6 тысяч, в Намангане 2 тысячи, в местности между Базар-Курганом и Кокандом было убито 4,5 тысячи мирных жителей. Дашнаки в течение трех дней убивали всех мусульман, грабили их дома и лавки, поджигали кишлаки. Причем, что больше всего дает повод для возмущения, представители армянской общины Кокандов свое оправдание говорили, что их подталкивал к насилию страх перед объявлением мусульманами джихада. Основные силы дашнаков сожгли Коканд, устроили резню местных жителей, а другой отряд дашнаков после боя с мирными жителями Кокандо захватил селение Сузак и расстрелял там всех жителей. Третий отряд Красной Армии, в составе которого были армяне дашнаки, вступил в бой с народными повстанцами у Базар-Кургана и был вынужден отступить. После разгрома кокандской автономии и взятия Кокандо частями Красной Гвардии, в составе которых было заметное число обладавших боевым опытом военнопленных Первой мировой войны, венгров, австрийцев, немцев, к ним примкнули вооруженные представители армянской общины. В марте 1918 года в большинстве местных газет Советской России было помещено указание за подписью Народного комиссара по делам национальности РСФСР Иосифа Виссарионовича Джугашвили, что армянские революционные организации имеют право свободного формирования армяно-добровольческих отрядов. Основные посты в гражданской и военной администрации города были заняты армянами, которые были объединены Дашнак-Цютюн и защищали свои групповые интересы. Властные отношения были построены на силе оружия, которое Дашнаки раздавали своим соплеменникам, прикрываясь именем революции. С 1918 года до середины 1919 года революционная диктатура и Советы в Андижане, находящиеся под контролем Дашнаков под предлогом борьбы с басмачами, осуществляли налеты на кишлаки мусульманского населения, учиняя там зверства и грабежи. В начале апреля 1918 года народные ополченцы осадили на Манган город Ферганской долине, который защищал гарнизон, в составе которого вместе с регулярными частями Красной Армии с басмачами сражались два отряда Дашнак-Цютюн. Одновременно Дашнак-Цютюн был готов участвовать в формировании частей Красной Армии, чтобы вести боевые действия на Кавказе. Это был конкретный проект, представляющий собой формирование военных частей Дашнаков Красной Армии, о котором в свое время заявил один из руководителей Совнаркома Туркестанской АССР военный комиссар Осипов. Мусульмане-коммунисты на совещании Мусульманского бюро Компартии Туркестана осудили сотрудничество советской власти с Дашнак-Цютюн, выдвинув требования о необходимости прекратить насилие Фергане, привлечь на свою сторону мусульманское население и произвести чистку рядов Красной Армии от армянских провокаторов. После того, как были разрушены Дашнаками кишлаки и селения, большинство жителей Ферганской долины уходили в национально-освободительные движения Туркестана под предводительством народных ополченцев, которых в то время советские идеологические партийные работники прозвали басмачами. После нападения в феврале 1919 года частей национально-освободительного движения Туркестана на Андижан, его гарнизон, в основном состоявший из армян, возложил ответственность за этот налет на мусульманских жителей старого города. В течение недели проводились в домах мусульманских жителей обыски, сопровождавшиеся грабежами, убийствами и насилием. В качестве оправдания за все эти преступления Дашнаки приводили статистику армян в 1915 году в Османской империи. К 1917-18 годам в городах Центральной Азии Дашнаки захватывали целые кварталы. Вырезали мирное население, практически притворялся в жизнь сценарий, идентичный Закавказскому. Этот сценарий был частью большого совместного плана большевиков с Дашнаками по истреблению мусульман. Заказчиками рокового сценария были большевики, а исполнителями – Дашнаки, которые загорелись тогда мифической идеей о создании Великой Армении. По всей видимости, не только за счет присвоения чужих территорий на Кавказе, но и в Средней Азии. И что самое интересное, именно Дашнаки являлись основным инструментом советизации регионов Кавказа и Центральной Азии. Идеологически являясь коммунистами, на самом деле Дашнаки выполняли всю работу для большевиков по уничтожению мирного населения, этнической честке против мусульман Средней Азии и Кавказа, пытаясь создать в этих регионах пятые колонны. К сожалению, эти роковые страницы истории неизвестны многим. Но после заявления президента США Джо Байдена об армянском геноциде, становится ясно, что такие события истории должны быть освещены во избежание роли политического инструмента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова